здравствуйте дорогие друзья с вами опять я Андрей Мепряхин по некоторой просьбе моих подписчиков сегодняшний урок будет посвящен 3ds max он рассчитан как для новичков так и немножко для продвинутых пользователей вот на сегодняшнем уроке мы поговорим с вами немножко настройках макса о кнопочках горячих клавишах потом перейдем к моделированию поговорим о моделировании и развертке текстур вот и заключать митап он будет у нас анимация и к связи в принципе анимации и так далее так начнем для начала я бы рекомендовал скачать такой интересный скрипт тексту называется если вы зайдете на их сайт официальный сайт то много найдете что есть интересного здесь немножко рассказано работы предназначение каждой клавиши вот мы конечно немножко в процессе разберем эти работы эти модификаторы я бы вам посоветовал я работаю с 3ds max 2011 версия может кому-то он как бы уже староватый может много уже работает на новых версиях но мне его хватает вполне для работы для моделирования так до начала давайте мы установим текстуру так у нас установлены и немножко сейчас поднастроим видим меню кастомайс настройки интерфейс то вот здесь у нас клавиатура сами кнопки меню настроечки и так начнем с клавиатуры основное что нам нужно на это переключение между вьюпортами старый идет расклад альт в вот мы же сейчас с вами делаем чтобы добавить горячую клавишу достаточно навести на какую-нибудь иконочку и выпадающий меню будет высвечена как называется данная клавиша max или вьюпорт толч так перейдем сюда в клавиатуру нажимаем клавишу m вот и находим наши клавиши с этим названием макси 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 удаляем настройки и мы сейчас вам приставим пейсасинг все теперь у нас готово давайте теперь посмотрим окошечки у нас прекрасно переключается одним нажатием пробелом клавиатуры это очень быстро удобно функционально дальше продолжим настраивать опять настраиваем на нашу подменю настройки существует два видах настроек это можно настроить сразу горячие кнопки либо непосредственно некоторые модификаторы можно настроить здесь же если вы нажмете на вот эту клавишу здесь выпадающий меню и здесь уже есть некоторые модификаторы наш эдитер к примеру и если мы шоу баттонс отображения кнопок видите да у нас выскочило очень много кнопок разных здесь появилось вот если мы создадим какую-нибудь плоскость переведем его видите да что тут очень много уже готовых сразу же настроенных мы это высоченных меню уже мы сих модификаторов но мы с вами создадим свое собственное так продолжим с вами настройки куда-то кнопок горячих кнопок давайте перейдем toolbars найдем наш тексту который мы с вами только что установили назначим на нюкку кнопочку вот он тексту добавить нюк новую назовем как-нибудь так вот она у нас готова и перетаскиваем сюда нашу иконочку так готова вот у нас колочка весьма установили вот очень много горячих кнопок может для многих это покажется более профессиональных пользователей это покажется что это для более ленивых людей я бы не так и так не сказал это просто ускорение процесса если мы откроем начнем листать потихонечку перелистать здесь очень много интересных подмешек выпадает которые можно поставить и на горячие кнопочки вот так сейчас мы с вами подберем интересные вот так примером групп очень часто приходится объекты наши группировать вот несколько объектов чтоб создавать группы делать давайте созданием несколько объекта вот у нас есть три объекта вот можно выбрать те три объекта вкладку group вгруппировать вот мы создали с вами группа определенной если мы хотим передвинуть какую-нибудь из этих элементов в этом объекта нам нужно сначала открыть группы тогда выбер выбрать определенный объект и мы тогда сможем с ним работать мы выбрали его можем с этим объектом работать но Но я предлагаю это создать все на горячей клавише. Давайте мы с вами создадим new. The new group. И сюда мы с вами перетащим. Это группирование. Присоединение группы. Закрывание группы. Отделение от группы. Открытие группы. И разгруппирование. Они очень нужны, пригождаются очень сильно. И сюда перетаскиваем. Вот у нас есть. Теперь здесь вверху видим, что можем закрыть. Разгруппировать. Сгруппировать. Или открыть. Либо если есть какой-то еще один объект. Цилиндр, к примеру. Вот там цилиндр. Мы делаем attach. И нажимаем на наш цилиндр. Сейчас мы группу с вами. Вот эту закроем нашу. Вот она и готова. То бишь цилиндр приотачивался. Либо сделать. Закроем нашу группу. Открыть. Какой-нибудь объект. И сделать detach. Все мы его отделили от группы. Это очень удобно. Оставлять быстро все это дело. Справляться. Не нужно здесь в меню выпадающий. Искать где-то находится. Это все удобно здесь. Так дальше мы с вами продолжим. Какие еще горячие клавиши. По анимации уже дальше конечно будем разбирать. Я бы еще посоветовал бы. Очень хорошая вещь. Это конвертация объектов. Допустим для того, чтобы наш объект конвертировать. Правой кнопкой нажать. Иногда меню пропадает. 3D Max включит. Частенько непонятно. Меню клавиши исчезают. И так далее. Давайте мы с вами создадим новую кнопку. Назовем ее Convert. Конвертирование. Добавим сюда вот эти вот. Convert. Edit to Mesh. Convert. Polygon. Конвертирование. Сплайны. Конвертирование. Упс. Упс. Видите да. Очень хорошая удобная вещь. Опять так же мы поместим. Теперь достаточно. Сейчас мы. Сейчас мы откроем вот эту нашу группу. Разгруппируем. Если мы выберем любой объект. Convert. Polygon. Все. У нас сразу идет конвертирование. Polygon. Ну и вам можно назвать конвертирование. Сразу идет конвертирование. Не надо правой кнопкой выбирать. Ловить это меню. Которое здесь есть. Вот. Следующая вещь очень хорошая. Давайте дальше продолжим. Модификаторы. Вот. Здесь очень много интересных модификаторов. Давайте мы с вами создаем опять кнопочку. Назовем ее как-нибудь сокращенно. Модификаторы. И выберем основные модификаторы. Которые часто густо будут у нас пригождаться в процессе работы. Первый это соответственно FFD. 2х2. 3х3. И 4х4. Это очень часто пригождается для деформации каких-нибудь моделей. Либо непосредственно вертексов или полигонов внутри модели. Вот. Следующий модификатор. RGS. Очень нужно. Часто густо. Пригождается для работы. Для сглаживания. Вот. Модификатор мира не нужен. Так как у нас он здесь на рабочей панели. Модификатор Normal. Тоже можно поставить. Но так же мы его поставим. Вот. Оптимизатор. Тоже часто густо. Ну, вынуждается. Вот. Но я бы поставил свой Pro Optimizer. Давайте его тоже сюда топаем. Вот. И. Так, так, так. Скин модификатора. Смуш модификатора. Это те, которые постоянно будут у вас в работе. Для работы. Так. Следующее, что у нас. Давайте с вами полистаем. Twist. Ну, в раб. Не нужно. Так как у нас стоит. Text Tool. Теперь. Вот. И хотел бы физик еще сюда добавить. Не вижу, где он находится. Так. Физик. И очень хороший модификатор PUSH. Мы, конечно, потом разберем все модификаторы. Основные. И что, как работает. Так мы с вами сделаем. Давайте мы сюда вот добавим. Ставим вот сюда вот. Вот. После того, как мы с вами это все настроили. Давайте с вами закроем. Нажмем Customize. И сохраним то, что мы с вами создали. Save Custom Use Sheme. И назовем его как-нибудь MyNoise. Сохранить. Здесь выбираем все галочки. Нажимаем ОК. Итак, у нас схема наша сохранилась. Вот. Теперь с вами давайте перейдем в эту панельечку. И попробуем настроить здесь небольшое менюшку. Для более работы. Давайте запустим конфигурацию. Выберем какой-нибудь пустой Кэш Тулс. Вот они пустые. Добавим несколько штук сюда. Вот. Закинем. Они нам не нужны. Мы поставим сюда свои модификаторы. Которые постоянно нужны проработки. Первый. Это Edit Poly. Обязательно нужна. И Edit Mesh. Почему они... В дальнейшем я объясню почему. Чем отличаются конверт и Edit. Небольшие дверные вещи. Вот. Которые очень сильно иногда выручают. Вот. Следующий модификатор Bevel. Добавим сюда. Давайте посмотрим какие у нас еще есть. Так. Extrude. Часто очень приждается в работе. Так. Normals. Очень хороший модификатор. Потом я конечно потихонечку буду объяснять работу. Непосредственно с каждым модификатором. Вот. Проптимайзер мы здесь поставили с вами. Модификатор. Вот он Проптимайзер. Здесь не нужно на бы ставить. Shell. Очень хороший модификатор. Часто его используешь. Симметрия очень полезный. Хороший модификатор. Скин физик у нас установлены. Так. Так. Свип тоже хороший модификатор. Потому что часто приходится работать с планами. Вот. Ну пусть будет так. Давайте мы сохраним как-нибудь. Майн. Сохраняем. Нажимаем ОК. У нас ничего не произошло. Теперь заходим под меню. И находим наш Майн. Вот он. Стоит галочка. Что он работает. Show Buttons. Вот наши кнопочки. И с вами вырежали. Вот. Почему я именно что. Идит поле. Идит меш. К примеру. У вас есть два объекта. Давайте мы этот объект конвертируем в поле. И второй объект мы также конвертируем в поле. Вот. К примеру. Есть два разных объекта. Вы не хотите их оттачить. Вам нужно работать с вертексами. Одновременно с двумя объектами. Выделяем два объекта. Нажимаем ID поле. Переходим в вкладочку. В вкладочку вертекс. Вот. И пить. Так что мы можем работать с вертексами сразу двух объектов. Двигать. Перемещать. И так далее. Причем. Причем не сливая. Не оттачивая эти объекты. Вот. Если мы теперь с вами сделаем конверт в поле. Вот. Как мы видим два объекта. Они не слитые друг другом. Сами по себе. Ну мы смогли одновременно работать с их вертексами. Двигать их. Также это касается полигонов и всего остального. Вот. Это что касается также. Это edit mesh и edit поле можно применять. Мы с вами плавно уже начинаем переходить к работам модификаторов. Ну давайте тогда продолжим. Итак. Модификатор это bevel. К примеру есть какой нибудь объект. Та же самая плоскость. Плоскость нам не пойдет. Прошу прощения. Давайте мы создаем с вами. Перейдем в сплайны и создадим какую нибудь такую вот интересную поверхность. Вот. То есть она будет так. Ну вот. И теперь применим модификатор bevel. Плоскость создается из этой плоскости. Можно создать какую-то. Толщину, глубину этого объекта можно видеть. То бишь он из сплайна делает уже объемный объект. Высоту, глубину его вниз и так далее. Как бы можно тут ремонтировать. Очень часто пригождается и сам этот модификатор. Следующее что мы можем посмотреть. Модификатор симметрия. Этот модификатор он симметричный. Давайте нажимаем клавишу mirror. По оси X ставим. Наш осик X стоит. Вот и потянем. Видите да. Что он дает полное отражение этого объекта. Вот. Очень хороший удобный модификатор. Часто пригождается. Вот. Модификатор shell. К примеру есть какая-нибудь у этого объекта полигон. Который мы с вами сейчас делим в отдельный объект. Так вот он просто с нами полигон. Давайте сделаем из него объемный объект. Нажимаем клавишу. Модификатор применяем shell. Вот. Он же работает так же как и было. Только он работает для плоскостей. Вот. И мы с вами поднимаем его толщину. Вот. Можно добавить с вами сегментов. Если это необходимо. вот и так далее. Очень хороший модификатор. Часто пригождается. Следующий модификатор extrude. Ну extrude тут как бы все и так понятно. Если мы с вами выберем какой-нибудь полигон. Извиня. Не полигон. Давайте проще сделаем. Соберем какой-нибудь line. Плоскость. С вами нарисуем. Вот. И применим к ней модификатор extrude. Видите, да? Он так же будет выдавливать объект полигона и создавая объемный объект. Так. Следующий какой-нибудь модификатор. Так. Перейдем. line. К примеру, есть у вас определенная линия. Давайте еще с вами создадим еще одну кредит-линию. И будет прямая. Вот. И, к примеру, вам нужно эти линии разбить на вертекс. Если мы посмотрим, у вас вертекс оставит в разных местах. мы бы хотелось бы их равномерно. Переходим здесь во вкладочку сегмент. И применяем модификатор normals. Видите, что у вас разбиваются вертексы на определенном расстоянии. Вот. Это расстояние можно также регулировать частотой. Вот. Это очень хороший модификатор. Следующий также тут же можно применить его к convert spline. Вот. И применить модификатор свип. Что этот модификатор дает? Здесь в этом модификатор уже настроены сразу же объекты, которые нас интересуют. Если мы откроем здесь в табличке уголок, квадрат, цилиндр и так далее. Можно выбрать любой подходящий вам объект, который вам нужен. Вот. Цилиндрический. Либо это будет труба. Вот. Так далее. И здесь есть уже сразу же настройки для него. Можно выставить толщину, глубину, ширину и так далее. Очень хороший модификатор. Многим моделерам, которые занимаются моделируем зданий, либо определенных строений, часто густо его используют. Этот модификатор очень удобный для работы для создания простых объектов. Вот. Это основные модификаторы. модификаторы. Давайте наверное с вами закончим настройки. Урок по настройкам. Дальше в процессе работаем и моделирование будем разбирать конечно все эти кнопочки, будем со всеми работать. Вот. жду вас в следующем уроке. С вами был я, Андрей Юрьев. Горьев. 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 Горьев.